Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы проводим цикл бесед вопроса-ответа. Называется «Восвете Библии» открытым оком. Вопросы разные. И некоторые вопросы я уже отвечал. Ну и воспользуюсь своими ответами. У меня вышло 38 книг из печати. И вот брат Игорь Добунов, он задает эти вопросы, которые ему где-то на работе задают. И мы сначала посмотрим, где примерно я как отвечал. А потом дальше я расскажу, какие дополнительные будут вопросы. Ваш вопрос. Вопросы о личности Александра Исаевича Солженицына. А именно, что в личности? Да, личность, она необыкновенная по своей величине. И, конечно же, какое-то действие этот Александр Солженицын своей деятельностью оказал и на Россию, естественно, ну и на вселенский масштаб. И вот как к вам лично эта деятельность отразилась на вашей жизни? Как это относится? Ну, дело-то в общем, мало кого называют Солженицы. Меня Солженицем стали называть. Там стоят, много народа, собрались. Меня на машине подвезли, я вышел, мне надо было в это учреждение зайти. Это село. Мужики, о, Солженицына нам привезли сегодня. А вот сейчас здесь разбирают там и говорят, вот этот, а вот этот Солженицын. А вот здесь в интернете опять. Ну, какое-то, может, сходство у нас и есть где-то. Он старше меня, кажется, на 19 лет. Какого он года, я тут все смотрел. И поэтому я лучше так, как обычно делаем. Я открою из первого тома три вопроса. Дело в том, что у меня вышло 30 книг открытым оком. И в них я и его фамилию упоминаю. Пишу 295 раз. Ну, если его фамилия, ну, без пяти, три сотни раз, значит, я его касался. И я его знал, я его считал. И он мне не чужой. Скажу, что мне он помог. Помог, когда я пошел в тюрьму. И он, говорит, шагнул в тюрьму за порог. И скажи, ну, что сказать, вот люди знают. Ну, кто что сказал? Ты скажи, я пришел умереть. Вот это да. Но я с этой мыслью перешагнул. В 80-м году первый арест был. Это помогло мне остаться тем, кем я и был. Я пришел умереть. И меня нельзя было ни испугать, ни сдвинуть, ни лебезить, ни быть там наседкой, уткой, там кому-то что-то говорить. Я пришел умереть. И как умереть? Достойно, во Христе. Вот я считаю. Ну, первый том, считай. Один вопрос. Вопрос 255-й. Если бы Солженицын ехал через Барнаул, постарались бы вы с ним встретиться? Мне это предлагалось, эта встреча была летом. Он приезжал знакомый, говорит, через Томск ехал. Я был в это время в лагере. Я не мог даже никак оторваться оттуда. То есть у меня это реальная была бы встреча с представлением меня к нему. Ну, некоторые люди скажут, ну, я тоже Солженицына знаю. Ну, давайте просто, ну, выложим так. Говорят о себе, говорить нельзя. Ну, а как я скажу? Мне вопрос задан. Вот. Я насчитал первый архипелаг ГУЛАГ. Недавно была статья, если не ошибаюсь, в литературной газете. И называется 30-летие опубликования первых ГУЛАГ архипелагу ГУЛАГ. Ну, там журнал «Новый мир» был такой. Может быть, там какое-то отношение Твардовский имел, не имел. Александр Трифонович. Вот. И тут же пришло опровержение. Прямо сразу же. Это не так. Ровно на 10 лет Барнаульский православный проповедник Игнатий Лапкин распространил архипелаг ГУЛАГ Солженицына по всей стране. Да, это так и было. То есть пионером в этом деле являюсь я. Определенно. Притом не то, что там копию взял. Я его насчитал. Начитал и распространил его сотни, а может тысячи экземпляров. Это 9 кассет. 9 кассет, которые были... По этих прошло, кажется, 6. По 275 метров звучание. Ну, я знаю, сколько и чего. Звучание его где-то 67 часов. От корки до корки. Она в трех томах вышла. Имка и пресс пришла. Вот. Я его насчитал. Но кроме того, когда меня арестовали, то в обвинении стояло. Я написал на послесловие, кажется, на третью-седьмую книгу. Ну, не ему, а просто написал. Его же нигде нету. Так что я страдал за этот архипелаг. Он по мне прошелся. Я был в этом архипелаге. И после этого я писал Солженицыну. Так что Солженицын для меня не чужой человек. И далее. Меня связывает с Солженицыным то... Ну, я просто скажу так вот, на вскидку. Кто будет смотреть этот ролик, найдите мне такого человека, который так бы любил Солженицына, как я. Скажет, а вы докажите свою любовь? Доказываю. Мне работать на работе не давали. Я профессиональный строитель, техник-строитель промышленных гражданских зданий. Но так как мне не давали работать, я уперся в самую заработную работу, такую быть печеньком. Я 40 лет печеньком. Печь идеал. Выработка постоянно была у меня 280-300%. Качество печи, экономия такая, что я был вне соревнований, поэтому у меня очередь была, сколько делал я. Трудно найти, где бы я их эти печи не делал. А бабушкам я делал бесплатно. Но не бесплатно. Бабушка деньги-то выложит. А я ей говорю, бабушка, мне деньги не надо. А ты их разменяй на рубли. Печь 35 рублей. А у меня зарплата, я 40, 72 за месяц. А я две печи от фундамента с трубой выкладывал в день. А ее вдвоем приходят печники, неделю больше колдятся. Две печи. Тоже не каждый печник сложит. Вы спросите еще. Проверьте слова, скажите, кто это может делать. Я с закрытыми глазами мог сделать печь, как угодно. И все время думал, как улучшить. Ну, то есть, не изобрел ничего ни одной печки. Ни сущевского никакой. Я бабушкам наказал. По рублю разменяйте. И около храма подавайте нищим. И просите о возвращении Александра домой. Это сейчас в газетах пишут. Говорят, ну, никто не знал, что Лапкин тут заложил мину. Он просил молиться. Это за Солженицына. Да, так и было. И он вернулся. Для вас он просто вернулся. А для меня по моей молитве. И когда он возвращался, я весь парил в воздухе буквально. Услышал Бог и Его мою молитву. Слава Иисусу Христу. Моя молитва отвечена. Дорогой Александр вернулся. Он нужен для России. Вот как я его любил. Еще кого-то найдите, кто бы работал. И чтобы шло на милостыню. И чтобы человек Александр вернулся. Я наверняка могу сказать, не было этого. Да и никто так его не любил. Моя любовь была в том, что я полагал буквально жизнь за это. И дальше. Если бы с Солженицын ехал. Вот. Дальше. Постарался бы встретиться. Ответ. Но это было в Томске. Я в Томске не мог поехать. Прости, пожалуйста. Ответ. В 1979 году с Яковлевым Геннадием Михайловичем, в будущем иеромонахом Григорием. Мы закончили начитывание на магнитофонную пленку архипелага ГУЛАГ Солженицына. Куда включили написанные мною два послесловия. На четвертую и седьмую книгу. Четвертая книга, не третья. На четвертую и седьмую книгу. Архипелаг ГУЛАГ очень помог мне при аресте и нахождении в тюрьмах и лагере. Я писал Солженицу несколько раз, но ответа не получил. У меня есть подозрение, что он масон. И вера его не евангельская, а старообрядческая. Основанная на преданиях и привычках. Я видел в фильме Говорухина с Солженицыной, как ведут себя его дети. Как одета жена и теща в брюках. Как сам он отвечает на поставленные вопросы. Ничего божественного в ответах не нахожу. Просто очень умный человек, очень много переживший, очень опытный, дает избыточные советы. Живим мы с ним сейчас в одной комнате, я обязательно стал бы ему свидетельствовать о Христе. Быть может, ему мои разговоры по Библии будут нужны не более, чем его красное колесо мне. Встреча моя с ним не произошла, хотя через знакомых я пытался ее устроить. Все прошедшие годы я молился о его возвращении в Россию. Я постарался бы обратить его в истинное православие. Если бы он пожелал со мной встретиться, то мы бы поговорили очень о многом. Но нет ничего печального без ответной любви. Это мой уже ответ. Дальше, второй вопрос. Это мне в университетах задавали такие вопросы, и я отвечал. 258. Были записаны вопросы на магитофонную пленку, а многое потом перепечатано. И таких вопросов, ну только ответ, 295 раз упоминаю. Это чего-то стоит? Дальше. Как вы относитесь к деятельности Сахарова и Солженицына? Ответ. Сахаров, еврей, вообще не христианин. Он ходатайствовал за политзаключенных, находящихся в вузах, то есть из-за меня. Я благодарен ему за его мужество и человеколюбие. И всегда молился о нем в домашней молитве с произнесением его имени, чтобы Бог обратил его к себе, и он уверовал во Христа. Внезапная кончина его описана подробно, и нигде ни слова о его покаянии. И за мертвого я не мог помолиться ни разу. Солженицын христианин, но не по Евангелию, а исторически традиционно, склонный к старобрячеству, с обостренным чувством справедливости, но ни разу нигде и не встретил у него, ни в мемуарах, ни в книгах, описание его уверования. «Думаю, что у него не было обращения ко Христу. Также не было подлинно евангельского обращения и у Виктора Остафьева, и других писателей, как Распутин, Белов, Балашов, Салаухин и другие. Ни одного из них в нашей общине мы не могли бы оставить на литургии верных. Их вера один к одному похожа на веру дореволюционных писателей-христиан. Наиболее глубокие по христианскому содержанию стихи только у Натсона. Остальное все о государственное православие». То есть я его очень хорошо понимал и чувствовал. Дальше еще вопрос. 277-й. Первый том. Что вы можете сказать о поездке Солженицына по стране и его выступлении в Думе? Ни слова о духовности и о Боге. Вопрос. Ответ. При всем моем глубочайшем уважении к Александру Исаевичу, я должен сказать, что его гениальный талант, ум, прозорливость – это не апостольское служение. Он говорит, как мирской человек с мирскими. И здесь он гениален и прозорлив. Если же все его выступления, поездки сравнить по Библии, а я иначе и не могу, то я бы мог сказать к нему, прости, дорогой мой, ты бесполезен для России сегодня и, быть может, даже вреден, ибо крутишь людей вокруг Синайской горы. Бытие 49, глава 6 стих. В совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя. Исхода 18, глава 19 стих. Итак, послушай слов моих, я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Притча 21, глава 30 стих. Нет мудрости и нет разума, и нет совета вопритни Господу. Пророк Исаия 8, глава 10 стих. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится. Ибо с нами Бог. Только через Священное Писание, только через покаяние и рождение свыше, возможно, восстание России. А этого не предвидится. И, похоже, никогда не будет. Спасутся только скорбящие. Иезекииле 9, глава 4 стих. И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. Я ловлю каждое выступление Солженицына, смотрю о нем фильмы, и каждый раз, воздыхая о нем, и скорблю. Иова 13, глава 4 стих. А вы сплетчики лжи. Все вы бесполезные врачи. Ну, некоторые скажут, слишком, как говорится, круто. У меня стихотворения о нем написаны даже где-то. В моей молитве он был до самого часа смертного и после смерти. Вот какие там отдельные, часы, одни сутки, там у меня вся литература это была. Я не просто думаю, а это подтверждено было везде. Он думал о чем, даже в еврейском вопросе смело он выступился, опротивил всем евреям. Говорит правду, и опять же, не до конца. Говорить о евреях нельзя без благодарности этому народу. А наипаще в том, что им верено Слово Божие. То, что я на чем, вот это Слово Божие, это все евреи писали. Вот это языки Иль, это и евреи писали-то. И они сохранили Слово Божие. И нам его перевели. И в этом переводе тоже евреи участвовали. Как я могу сказать? Да, он говорит все правильно, с исторической стороны. Что мне это знание, если это не подвигает меня к спасению? Зачем? Я как-то, вернее, вот стоишь, бывает свободная минута там в камере, я все молился, да проповедовал. Ну и устав какой там написан, как вести себя. И написано, за такое-то, такое-то тебе могут дать вот такое-то там, ну там, передачки больше на килограмм. А уж если сильно угодишь там где-то начальству, то может быть даже встреча в полгода не одна, две. А я всегда отходил и думал, но все равно это за решеткой. Чего эти награды-то? Ты мне на свободу выпусти-то, мне не надо ничего этого-то. Что там написано, с чем вознаграждают, зачем мне это? Мне свободу дайте. Вот он говорит о профсоюзах, как обустроить Россию. Замечательно. Вот талантливо. Но ее не обустроить без обустройства душ. Он заботился о сбережении русского народа. У меня этого вообще в уме даже нет. О сбережении души отдельно взятого человека. Вот моя забота. Кто примет Христа своим спасителем. Мы разные-разные с ним. Но он для меня дорог-дорог. Он герой. Вот когда сейчас пишут некоторые, нападают на него, что попало говорят. Он ветров был, он работал, он сотрудничал. Зачем он об этом говорил? Да он хитрый, он заранее сказал, как его допрашивали. И там на шарашке где-то был. Знаете, вот сожжение, что написал, это нельзя повторить. Но неповторима его биография. Ну давайте сейчас найдите еще вторую такую биографию. В стране, в Советском Союзе, я не говорю за 100 лет, за 70 лет. В первую очередь, чтобы был коммунистом или кто? Пожалуйста. Был капитаном, прошел на войне. Таких много было. Пожалуйста. Далее, чтобы его арестовали там по антисоветской 70-й статье. Ну были такие, но уже меньше. Воевало-то много, а уже меньше. Теперь, чтобы там осознал все и пришел к пониманию. То уже были в лагерь-то дяты. Я тогда сужаю поиск. Кто из них после этого был освобожден и заболел смертельно раком, его в коридор уже вынесли как труп, и он божил. Все руки опускают. Раковый корпус, там то другое он описывает. Ну было, ну не столько, сколько впереди я начал. Теперь, кто из них тайно теперь решил собой описать то, что не спровергнет колосс на глиняных ногах? Сегодня он спрашивает, что погубило Советский Союз? Два. Гласность. Горбачев. Архипелаг ГУЛАГ Солженицын. Вот самые великие люди в 20-го столетия. Не Гитлер. Я-то отвечаю, когда все говорят, ну Солженицын-то еще туда-сюда. А Горбачев-то разрушитель, там всяко вор. Разрушитель вор. Да он сделал больше, чем Гитлер. А то Гитлер не мог сделать. А он сделал. Почему? Своими трехчасовыми выступлениями он усопил 18 миллионов коммунистов-преступников. 18 миллионов. В генерал армии Вареников. И говорит, за 2000 лет не было такого Иуда, предателя, чтобы так мог всех обмануть. Он последнего коммуниста по спине похлопал и в ад столкнул. Вот величие его в чем заключается. Я про это как раз и здесь и говорю. У меня задача людям засвидетельствовать о Христе. Жена у него стрижена, там Наталья Дмитриевна. Вижу, какие дети. Там один у него даже Игнат называется. Не Игнатий почему-то, а Игнат. Только в Украине больше нет. С бородкой. Они мне все нравятся. Ярмолай, один там Степан. Видно, что. Но он оказался здесь не нужен. Везде его начали зажимать и другое. Я ни разу, нигде у него не видел призова жить по Евангелию. Чтобы вера наша была евангельская. Нигде. А это означает, мы разные. Я проповедник-миссионер. Он писатель. И чтобы из тех, кто были, дополнили еще. И чтобы тот выздоровел, написал сокрушающий материал. Не менее трехсот свидетелей перед ним прошло. Это книга истина. Которая помогла бы другим встать на ноги. И который получил бы Нобелевскую премию. И которого бы выслали. И после этого вернулся. Он один такой. Такую биографию нельзя составить. Его биография дороже, ценнее, неповторимее всех этих красных колес его. Его биография. Мою биографию очень трудно. Я этим похож на него. Но у меня все в религиозном плане. Мою биографию очень сложно составить. Почти невозможно. Я о столженеце сказал. Теперь скажу о себе. Чтобы родился человек в старообрядческой семье Беспоповской. Фу. Да много таких. Понятно. Но чтобы уверовал по Евангелию в сектантской семье. Все обрезал. Ни одного нет. Но чтобы уверовал всем сердцем, душою. И теперь жил это. И не ушел никуда. И пришел к священству. Все на этом заглохло. Так это не все. Я еще впереди буду вам перечислять написанное мною выступление мое. Стихотворение 3467. 9 куплетов четырехстрочных. Я уже показываю на книге. Что сделано было здесь. Какой составлен сайт. Сколько людей, чтобы пришло православие с разных сект. Где быть? Вызывали за границу. Я был единственным по миссионерскому фонду. Единственным за 70 лет зарубежной церкви. Все остальное это нельзя повторить. И быть православием и уйти. Меня никто не понимает. Как так? Все понимаю. И в этой мертвой структуре оставаться, где вас ненавидят. Другое дело, меня бы любили, приглашали. Они зубами скрижут, эти православные батюшки. А я здесь. Мою биографию не повторить, как Солженистовскую. Может поэтому я немножко похож на него. Конечно, я моложе, то другое, другие интересы. Но он был все же верующий. И он правильно говорил о старообрядцах. Правильно, что гнали их. И надо принести в этом покаяние и прочее. Но вера его какая была, молился ли он, исполнял ли утреннее правило, посты. Я нигде ни разу про это не прочитал. Я об этом говорю. Вот нам сейчас, вот сегодня только по интернету, ты видел, как прислали, чтобы я записал ролик. Люди просят, как у нас совершается утреннее правило, вечернее правило. Меня уже не раз спросили, мне неудобно. Просто неудобно это. Сразу будет вал обвинений, мне не до этого. Я в одном месте показал, как поднимают руки. Поднимал, так сказать, это надо тайно, это что вы делаете, это фарисеев. Я показал на полу, как молились крестообразно. И выставляю, какие молились святые, молились, из жития святых беру. Ничего не слышат. Молитва тайная, закроют с собой двери. Говорят те, которые ни двери не имеют, ни молитвы. У них ничего нет. И все это лгут. Я понимаю их. Ну, я, может быть, и решусь на это. Дело в том, что я насчитал 50 книг аудио. Это все в интернете нашем. На нашем сайте. Вот я покажу наш сайт, чтобы вы его, может быть, когда-то коснетесь где-то. Вот. Во свете Библии. Это наш сайт. Смотри, какой красавец. Во свете Библии. Просто зарядите в Google. Игнатий Лапкин. И сайт. Это сайт. Вот здесь все вопросы я отвечаю. Вот оно. 4124 вопроса. Они разложены в 55 папок. Тут книги. А вот здесь звук аудио. Все насчитанное. 12 томов Златоуста. 12 жития. Архипелаг ГУЛАГ. Я дважды его насчитывал. Теперь насчитанный по всему. Зарядите. Игнатий Лапкин. Архипелаг. Вас завалит здесь. Десятки, десятки, десятки. Куда растащили. Что у нас брали? Брали от меня. Ну, моим голосом. Тут уже не подделаешь. Не такой материал. Ну, и тут все остальное найдете. Вот стихи, если бы я сейчас зарядил, сколько раз я упоминаю в стихах Солженицына. И специально посвященное Солженицыну. Стихотворение. Ну, у меня просто сейчас времени нет. Прошу прощения. Я попытаюсь это сделать, одновременно говорить. Вот. Почему? Потому что, ну, по-другому нельзя. Мне нужно найти стихи. Это, видишь, где у меня материалы весь собраны. Вот стихи. Вот где-то одним слепленным файлом. Вот я его нашел. Вот эти стихи я сейчас поднимаю. Для людей, чтобы понятно было. Это 3467 стихотворение. Я сейчас заряжаю в поезд Солженицын. Вот смотрите, где это будет. Вот сейчас она отмолотит. Вот стихотворение-то. Нам Солженицын и Шаламов показали Нутро машины адской краснозвездной Не вырваться к норм В затылок залпы А помнились мечтатели до поздно И даже видеть страшно на экране Смотреть на гибель неизвестных нам Лишь ворон каркает в разбитом храме И стекла выбиты на перекрестке рам Я несколько мест, где именно той Вот смотрите, Ассолженицын и прямо О нем написано Вопросы задают в недоумении Вот это. Прочитай-ка вслух Я не успею здесь показать Вопросы задают в недоумении Немые авторы И здесь, и за границей Они исследуют Мудруют Но в сомнении Один из них Великий Солженицын Видите, для меня он что? Великий Солженицын Он патриарх Учитель для салаг По радио и часто в телевизор Передо мной его архипелаг ГУЛАГ И зэк Иван от батюшки Дениса Это Иван от Дениса еще один день Сам Александр по отчеству Исаевич По каплям, по крупицам доходил Красноармейский волк Стал кролик или заяц Который смерть не раз перехитрил Он спрашивает, ищет, вопрошает Погубленных жалеет, как невинных И видно, не читал пророчества Исаии Плач Еремии, а то Мирусалиме Учитель дорогой, страдалец и изгнанник Ивангельскую веру испроси Тебе, читателям, тогда так ясно станет В чем смысл трагедии Архипелаг России Лауреат и умница Каких почти не сыщешь Нам не пришлось интимно рассуждать Мой стол иной С библейской чудной пищей Евреев много так же Но ни одного же да Вопросы ваши детские, смешные Они давным-давно отвечены у Бога Все за грехи, такие же, как ныне Отступников Господь карает строго Вот причина в чем Да, автор, сам историк и статист Свидетелей И память так удачно использовал В одно сумел свести И рукописи сохранить на даче Сверх гениально Но слепой ребенок Нуждается всегда в повыдыре Архипелаг ГУЛАГ Начитан мной на пленке И на компьютер Осень на дворе С семнадцатого, седьмого, третьего года То есть десять лет назад Вот это стихотворение Ну это Вот так Так, прошу прощения Мне надо вызвать сейчас Вот где Пускай так и будет Как раз Друзья называют Алло Да Да Добрый день, отец Добрый день Ну вот я получил твою записку Мы рады тебя встретить И сделаем все возможное Так, у тебя, слушай У тебя глазок работает в скайпе? Нет, не работает Ну ладно, я не буду распечатывать Я делал, потому что Хорошо Хорошо Я другого-то тебя не ждал, дорогой Знаешь Ну вот я говорил С одним епископом Он в Аджарии Идет Ну вот он, говорит Ну вот спросил Кто, что, да Я, ну вот говорю Что нужно слово проповедовать Чтобы они Ну люди знали веру свою православную Ну он начал А у нас в Аджарии Это возможно Ну в общем Так Надо стучаться Ну где-то Вот я Значит Мне предложили Один дьякон Он служит В Самэппо В Тройце Ну вот он сказал Нужно к секретарю Патриарха Обратиться И у них есть Значит у нас Большой храм Быстрый Очень-очень Прекрасный храм И там есть Молодежный клуб Может он соберет Там встречу Ну где Возможно Мы подготовим Это Здесь Эту встречу Чтобы Действительно Было Это благовестие И директор библиотеки Он набрал книги у нас Значит Он Конечно Примет Здесь Книги Мне нужно Чтобы из библиотеки У вас В самом Тбилиси Там где-то Схинвале Где вы там Бываете Где можно Чтобы мне прислали С печатью Мне легче будет пройти Что они Просят Привезти книги И я там На границе Легко покажу Чтобы нас с этим Грузом пропустили Ты мог бы достать Такую от них Как бы просьбу Да Я от церкви Да Напиши Тогда нам легче Потому что Когда мы пройдем Германию С Португалии Мы повернем В Англию Думаем Потом пройти Скандинавию Отпуститься В Прибалтику И тогда Мы повернем Через Украину Белоруссию Молдавию К вам туда В Грузию Армения Ты в Армению То провезешь меня Ну В Армению Там Не надо Виза Здесь В Армению Ну Посмотрим Там Сейчас я Храм строю Мне Так Ну Как Бог даст Конечно Поедем Наверное Конечно Я очень У нас Есть друзья В Армении Значит Когда Я же там Служил Вот И я был Когда там Тогда еще Нужна была Регистрация В Ереване Ну и вот Я был И я встретился С молодежью Они Они Значит В общем Занимают Они отдельно Собираются От Армянской Церкви А потом Там Причащаются И исповедуются Но не хочется Подожди Тут у меня Запись идет Скажи У тебя отношения С патриархом Не нарушены? Нет Нет Мы очень Дружно Живем Но он Значит Уже Очень преклонных летах Хорошо Так Можем Встречу устроить Потому что У меня книга С его фотографией Где мы рядом стоим Да Да Но Это Я ему подарок сделаю Да Здесь Можно через секретаря Передаться И с ним сейчас Тяжело встретиться Это Надо где-то выйти Там Или во время Богослужения А так он не принимает В общем помолись Для нас преград Нет Я верю Что это возможно Ну да Возможно Да Когда-то он с нами Вышел на балкон Сфотографировался Ты же помнишь Да Да Есть Это фотография У нас А это в книге Да Я ему подарю Новый завет Изданный мной Который Путину Медведеву Патриарху Кириллу Подарил Да Ага Ну Да Вообще Он Такую большую Нагрузку Несет Все ладно Так слушай Ты сейчас пока Подготавливай Все остальное С людьми Разговаривай А потом На меня выйди Хотя бы через месяц Перед самой поездкой Мы же не знаем Вернемся живые Или нет Мы думаем Попасть в Грозный Да Да О Господи Помоги вам Помоги Это не просто так У нас В наших Планах Ну Большая поездка Большая очень Да Одна из самых Сегодня нерешенных Это в Англию Приглашение пока Оттуда не поступило Ага Прорабатывает Какой вопрос Ну все отец Пока до свидания Я отхожу Спасибо Господи Выключай меня Выключай Да Выключаю Давай Вот так Теперь я хочу сказать Кто такой отец Наум Вот видишь как Он вовремя позвонил Позвонил Это из Из этой Из Грузии Из Грузии Его как-то привезли сюда Баптисты Или кто Там вот у нас Такой есть Вот там верующий У нас была Только одна встреча Привезли его На вторую строительную Взять в Барнауле А одна встреча Еврей Наум Израилевич Родители в Израиле живут Это не полукровка Чистопородный еврей Первый раз И когда мы вышли Он у меня побыл И он увидел Такое жилище Там березовый пень Стоит И он никогда не видал Такого-то И когда шли дорогой Я его обличил За одно дело И он когда приехал Обратно в Грузию Он уже был православный Баптисты навсегда Его потеряли В дальнейшем Он станет батюшкой Православным Я для него Крестный и духовный отец Он через меня пришел Во-первых Как он называет А потом мы поехали В Москву И там мы Есть переделки На даче писателей И храм Есть Филиппа Метрополита Удушенного Скураты Вот И там его крещение было Первый раз увидел Как там крестят Ширма Священник только Руку туда протянет А он голый Здесь я с ним Ее раздеваю Я ему сказал Ты погружайся Глубже А он такой статный Видно такая борода Ну еврей Красивый Породистый еврей Но я ему не сказал Сколько быть то Священник то рукой Раз по голове его Ему надо под воду Его под воду А тут бассейн Он коленки Обхватил руками Ушел на дно И сидит там Я ему не кричать Не могу в воде Ничего нету А священник Руку держит Когда он вынырнет Тоже не Ну отец Василий Там был какой то Он так ждет А тут сидит там Замер Ни пузыри не пускает Ничего Но строго Наконец второй раз Я ничего не спел сказать Священник Во имя отца Даши сына Аминь Ушел под воду Я вижу как он Руки руками Обхватил Калачиком И сидит на дне Не всплывает Ничего И третий раз Так же Я видел как Все снимается Ничего Ни одной нитки На человеке нет Отец Наум Это настоящий священник И он не боится Ни масонских протоколов Ничего Когда я готовил материал Он сам их начитывал И родители мы И когда он Его дети поехали Из-за него Их куда-то там В Израиле даже пускать не стали Что у вас отец такой Это православный батюшка Порученец Патриарха Ильи Второго В Армении служил где-то И мы нынче подумали Что туда явимся И он везде Это отец 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 Он священник Ну В подлинном смысле Да Я для него отец Через меня он уверовал Пришел А не то что А у меня сана нет Он священник Видите Стандарты нарушены Я его должен называть Я его называю Отец Наум Но он считает Итак Итак Вот у меня еще одно Считай дальше Мы вернемся к Солженицыну Мудрость Написана сразу После просмотра Видеокассеты Станислава Говорухина Александра Солженицына Хорошо быть мудрым То есть зрячим Понимать зачем И почему Глубина в глазах Не потелячья Так святые жили Не иначе И встречали всюду По уму В мире много умных Гениальных Их ответы Повергают Шок Все о профсоюзах И о спальне О гнилой идее О медалях О деньгах Припрятанных В мешок Обращаясь С мудрым Станешь мудрым Ты о мудрости Творца Спросил ли И сверяется С Библией Не пудрить Прикрываясь Интересом Шкурным Как из древни Повелось В России Каждый раз Разгадывая Тайну Гениальной Трудности Вопрос Приостанови Ума Шатания Сам Не на песке Ли строишь Здание И скажи А с нами Ли Христос Мудрость Интуиция Пророки Озарением Свыше Дорожа Из страданий Зримые уроки Да не будешь Замолчание Проклят Превращали В зримый урожай И на первом месте Покаяние За себя Царя И за страну Не кривить Ни в чем И в подсознание Говорили на одном дыхании До предела Натянув струну Мудрость Не шатания По свету По чужим Помойкам И речам На коленях И спросить Ответа У того Кто мудрость Есть от века Мудрость Века Мудро Помрачал 20 августа 2001 года Потеряевки Вот Это ему О нем Конкретно Я посмотрел фильм Говорухина Ну и Пожалуйста Еще прочитаем Одна глава Вернее даже стих Из Библии Священного Писания Все перетянет О Как заявится Псих Что мы с такими Вылезли весами И это то же самое Как если сравнить Пытаться Бога и творения Об этом даже Мыслить неуместно Выслушивать Такие басни Бредни Что скажет Бог И что уже Сказал Одно лишь это Пусть интересует Все остальное Это как вокзал Где гомон Машкары Летящий В сует И потому Учите всех И вся Вникать В библейские Высказывания Бога Благоухающие Строки Оросят Здесь серебро И злато Высшей Пробы Что Пушкин Достоевский Солженицын И прочие Не худшие Писаки Они Мешали Плевелы С пшеницей Настаивали На своем Привычной Сапой Не обожженные Глаголом Иеговы Они старались Тужились Стремились Сказать По заковыристей В основе Не слово Божие Вложили Мысль Мастит их Смотри По результатам Писанины Ах Сколько же Газет Журналов Книг Не достигают Цели Мимо Мимо Одно Гнилье Где только Не копни Не заблудись Душа Средь Круговерти Подстроенной Масонской Подворотней Словам Христа Приискай Не поверим И ничего Не проглаголоть Против Слова Божественные Панцирь Броня Во свете Библии Рассматривают Все чтиво Рожденные От Бога Те слова Хранят И в победителях Всегда И всем Надива Вот сколько Касаясь его И как он Мне дорог Но должен Высказать Вот все Вот мой ответ Сожжение И сегодня Какую он роль Играет В России Вообще Не могу Ни одного слова Сказать Мне кажется Может никакой Для меня Одно из лучших Произведений Это Жить не по лжи Вот так Ставить слова Не лги А жить Не по лжи Я поэтому Когда в епархии Назначались встречи Я сказал Я предлагаю темы Жить не по лжи И о благовестии Со старообрядцами Разговора зашел Я им тоже Давайте жить не по лжи И по благовестии Все сразу же терпят крах Они не могут Этого сделать Во-первых Благовестия нету А ложь на каждом месте А мы смело Это выставляем Во-первых У нас лжи Нигде Никакой Ни малейшей Нету И в то же время Благовестие развито так У нас поставлено Что вот я даже Сейчас говорил Где у нас намерение На этот год То даже вообразить нельзя Нас нельзя повторить Потому что Мы едем со своим грузом В прошлом году Мы подарили Посещая 240 городов И сел На 3 миллиона 150 тысяч Не имея денег Вот я что делал Вышли книги Из них более 90% Примерно 95% Я дарю библиотеки Начиная Библиотека Ленина В Москве Центральная библиотека Там историческая Парламентская Называют президентская Там все мои книги есть В центральных городах А филиал президентской библиотеки Есть еще В Тюмени Там везде есть книги Это все бесплатно Ничего не имея Мы сумели Обладать всем И поэтому Чтобы повторить Что мы делаем Ну кроме того Библии Еще от нас идут Новые заветы Евангелия Заходя в каждый дом Мы подарили Только 30 тысяч В предыдущие годы Евангелия Новых заветов А мы православные Нас не разит От патриархии Московской Ничто Кроме отношения к делу И приезжали Когда священники У нас служат А потом возвращаются Ну по благословению Местного архиерея По указанию Патриарха Кирилла И они говорят Да у них все Один к одному Как у нас Но благовестия Как у нас У нас этого ничего нет Вот и все К нам как-то Один священник Был прислан И он сначала С людьми побеседовал А служить здесь Он говорит Я служить не могу А тогда люди У меня руки трясутся А то не так сделают А то может не так Все только свои У нас даже шепотом Нельзя ни одного слова сказать За семь минут Все должны войти в храм И полное молчание Мы углубляемся в молитву Староста возглашает Встанем все для молитвы Семь минут мы молимся Благодаря Бога За прошедшую неделю Чтобы у батюшки Было огненное служение Стояли в тишине Не в помраченном разуме Это православие Мы можем сказать Показать православие Поэтому Нападки на православие От сектантов От этих От Невзорова Они нас совершенно не касаются Они на нас Не нападают А как раз они говорят Чтобы было именно так Так вы что С Невзором заодно Зачем это придумываете Заодно Вот так Солшинись Мой ответ такой Нужный человек Но оказался Ненужен в этом государстве А с позиции Евангелия Он может быть совсем и не нужен Очень интересно Сама мерка По которой я подхожу Все? Да Во славу Божию Спасибо Христос Аллилуйя